ну что друзья всем привет я в эфире сейчас подождем несколько минут что вы все подключились и буду готов отвечать на ваши вопросы и так далее на другие интересующие вас вещи заранее всем привет заранее всем спасибо за поддержку так мы все я здесь 160 человек есть точнее 100 человек всем привет я в ожидании ваших вопросов и тем для обсуждения всем привет ну по поводу оба и маруяма я уже говорил неоднократно буду болеть за обоих за честное дзюдо но поддерживаю я все же больше хифуми точнее маруяма на вопрос когда начнется если ты спрашиваешь про чемпионат мира то чемпионат мира первый день начинается завтра в 10 часов по ташкентскому времени если я не ошибаюсь так ну я жду еще людей что вы подключились посмотрим да ну за грузию буду болеть конечно и в принципе за все красивое дзюдо за всех дзюдоистов завтра прямой эфир будет но он как вы знаете платный вот поэтому как я считаю зачем айджев сделали платными трансляции но я думаю здесь все просто здесь лишь только финансы за этим стоят и больше ничего это в принципе ожидаемо и логично сколько будет стоить подписка на чемпионат мира но на один турнир конкретно 25 евро будет стоить на данный турнир трансляция завтра не буду вести чемпионата мира потому что это нельзя делать зачем сметовые так а то добавили в одну группу но это компьютер добавил это не человек сделал по поводу финалистов 48 кг но своей своем прогнозе таком так сказать видео про фаворитов я написал что ну точнее сказал что только 3 3 их я могу выделить это получается танаки букли и цунода я думаю что эти три чудоистки по любому будут на пьедестале и кто-то из них скорее всего танаки возьмет золото привет грузия в игре это были мару яма я не знаю честно на самом деле очень тяжело прогнозировать в этот раз в эту встречу ну я думаю цена за подписку высокая учитывая что много людей которые живут в различных странах мира для которых 25 евро это все таки большая цифра а чого донати на стриму руснявых грошах бо я не можу інших подключить я не умею якщо ты мне навчишь я разрублю я пройти над своим пытанием но насчет полуфинала и из метова очень нелегко сказать на самом деле я не знаю я думаю что не знаю насчет полуфинала но за метали зацепиться можно на самом деле как я говорю бороться можно нет она карьеру не заканчивал но он он всегда редко борется пора к этому привыкнуть скоро наверное закончит карьеру я на самом деле этого не знаю завтра борется легчайшей категории то это 48 килограмм среди девушек и 60 среди мужчин прогноз на 73 килограмма на самом деле не могу дать потому что это самая нас как по мне не конкурентная весовая категория и я думаю можно бороться спокойно и выигрывать и делать сенсации поэтому это хорошая категория за которым можно понаблюдать в которой вряд ли есть один лидер я думаю лохом поборется нормально покажет рубку как он умеет порубиться по-настоящему быть может удивит и выйдет финал по поводу чемпионата мира в токио во первых первый ответ это потому что это чемпионат мира был в токио в столице как бы джудо во вторых это был предолимпийский чемпионат мира грубо говоря на котором очень многое решалось и в-третьих на данный чемпионат мира который сейчас проходит ограничение в мировых рейтингах то есть первые 100 рейтинга борется среди взрослых и первые 15 могут среди юниоров заявиться еще поэтому это очень серьезное ограничение как по мне на предыдущих чемпионатах мира такого не было вот насчет ломбарда мне интересно самому посмотреть я думаю что он покажет хорошую борьбу и учитывая нынешнюю конкуренцию в данном весе он может зацепиться за тройку спокойно и насчет лаше я думаю даша в даташвили может защищать титул в этом году ну это в принципе и хороший шанс для него заработать второе золото в карьере подряд а там глядишь и карьеру заканчивать можно не по непобежденным так сказать и грубо говоря насчет лаше я думаю что он может выйти финал с большой долей вероятности насчет луки сомневаюсь про лухума я отвечал я жду от него классической его борьбы вот этой рубки привет джидо каусп думаю что смета выйдет четверть-финал точно сразу отвечаю на вопрос по поводу трансляции а джев хочу сказать да чтобы смотреть теперь джи до нужно платить деньги и сейчас это стоит 25 евро за одну трансляцию дальше будут я не знаю может они меньше сделают может больше не знаю честно это они сделали никакой информации я про это не видел ни как это не объяснялось я вообще ничего по этому поводу не знаю я сам сегодня зашел увидел был шокирован мягко говоря купил потому что смотреть надо как бы двигаться надо да вот да и джи сделали трансляцию платную я сегодня об этом узнал с утра не знаю как это будет дальше потому что я уверен что большинство зрителей любителей джи до более 90 процентов точно не поддерживают такую идею и я думаю что вряд ли это закончится чем-то хорошим а может быть и нет может быть они такая ставят еще и цены поднимут но во всяком случае что мы сейчас это то что на данный момент трансляции платные и все и до решение слишком уж внезапно и мягко говоря потому что вот грубо говоря завтра чемпионат мира и сегодня так вот внезапно совершенно неожиданно джиев такую вот тему делают ну ничего захват за ноги которые отменили мы пережили и это переживем как нибудь да да скорее всего по ютубу завтра показывать не будут но различные каналы типа каз спорт варзиш тиви они будут показывать но не все то есть основная часть как было раньше такого уже не будет к сожалению женя амельчук на вопрос про закона буду болеть абы или он вы точнее маруяма или он я буду болеть за маруяму и я думаю что шансы равны 50 на 50 на самом деле что маруяма что абы могут выиграть но возможно маруяма будет более мотивирован чтобы защитить титул что насчет кассы тяжело сказать потому что я говорил что весовая до 81 килограмма там просто пожар на самом деле ну реально вот кого-то одного выделить это просто тяжело там 10 или 15 человек которых можно назвать лидерами поэтому кассы будет очень тяжело защитить свой титул из украинцев в тройку кого я прогнозирую это хамо ядов даша это как минимум ну и этим я думаю ответил вопрос про шансы ядова я думаю в тройку богдан может залетать да сборной украины 2-3 медали вполне вполне возможно насчет тушишвили согласен это его шанс это его звездный шанс побеждать забирать золотую нашивку и ехать в грузию отдыхать праздновать шамель на вопрос где посмотреть на сайте и джев нужно купить трансляцию да я думаю япония возьмет реванш у франции они очень мотивированы я вот японию давно не видел такой мотивированной именно на чемпионат мира даже на олимпиаду было как-то попроще мне кажется но фрестрат может до если не ошибаюсь он европу выиграл в том году могу ошибаться но бельгийц хорош на самом деле очень такой резвый от него можно ожидать всякого нужно быть осторожным насчет юнтен пирэнли да я думаю он вполне может взять медаль и нет мару я моя бы точно не друзья вообще нет вот ноль шансов просто они об говорили но это это видно тату на газ и может выиграть потому что он уже это делал своей карьере махмадбекова не будет махмадбека как и всей сборной российской федерации азамат насчет казахстана могу сказать что шансы есть у сметова и у шамшаева это лично я так считаю на медали насчет командных соревнований в грузии одно могу сказать если девушки затащат то грузины могут и финал выйти если девушки не затащат то проиграют грузины и максимум тройка светит потому что замуж за мужчин я уверен на все сто процентов они будут рвать и даже японцев французов это в принципе не обсуждается но вот если девушки во главе сли портеля не тари будут нормально рубиться то грузины могут и финал выйти до насчет того что японцы маленькие это так они низкорослые все особенно те веса которые ты назвала бы маруяма хорошимота сафаров вряд ли возьмет место потому что конкуренция очень высокая и это не потому что я там не люблю сафарова я просто объективно говорю сафаром мне нравится как чудоист если что до россия не будет выступать даже под флагом айджиев вообще до января месяца двадцать третьего года россия не будет в принципе на карте дзюдо это как минимум это все что я могу сказать по поводу азербайджана что могу сказать что гусейнов хорош может бороться за медаль не в принципе у вас в каждом весе ну и сафаров и хидаят и оруджу оруджев наверное нет скорее хидаят в этом весе фаворит и мама дали и вот если бы кокаури поехал тоже мог бы брать медаль а так что есть то есть уринара травма до зура гео и сайгривиз юзатюдун хэп сач-строн герлс с кандрис рахимов насчет рахимова тоже могу сказать что он в принципе может войти в тройку да и у казахстана еще шамшадина можно отметить вот написали мне до казахстан девушек нормально так заявил наверное решили количество взять но это не так работает немного из девушек наверное многие сами согласятся только обу жакинова может это очень тяжело будет до гейдаров может забрать медаль потому что для него это не проблема была последние чемпионаты мира кроме предыдущего а если у грузии с девушек только итери поехала надо посмотреть командный зачет командную заявку я прям сейчас посмотрю и скажу насчет грузинских дам данный турнир 81 кг новенький есть из азербайджана да это ильхан хаджиев по моему но ты понимаешь очень тяжелая конкуренция там поэтому новенькому будет очень тяжело потому что там серьезная конкуренция я сейчас смотрю грузинскую команду на командный чемпионат мира они заявили три девушки и шесть мужчин среди девушек и портали они итери гульбане не но и самхишвили из них только ли портали они может что-то показать сборной украины тренируются в украине и еще в некоторых странах европы в принципе везде тренируются где это возможно физически я думаю что выиграет оба маруям хоть я буду болеть за маруяму но мне кажется оба больше шансов имеет насчет шамшаева я думаю да шансы на медаль есть и они очень неплохие белодеду будет тяжело да это конечно да всем будет тяжело горение как я думаю выйдет ли анна-мария вагнер за тебя я думаю нет наверное потому что она не знает о твоем существовании а так в принципе у тебя были бы хорошие шансы поверь мне про нурилаева нурилаев первые встречи борется с украинцем ядовым что я могу сказать я думаю что нурилаеву что ядову будет очень тяжело если нурилаев пройдет первую встречу но ты понимаешь что это будет тяжело потому что ядов чемпионат чемпион европы поэтому максимум что светит нурилаеву в этом весе это тройка я так считаю это объективно я думаю да дарья выйдет я надеюсь не хочу сглазить на самом деле своими прогнозами посмотрим как там будет насчет сборной узбекистана могу сказать одно что сто процентов я уверен в медали это у бабонова остальные это ну как покажет борьба как звезды сойдутся на самом деле веру не выиграет абы как бы я дениса не хвалил и не поддерживал но у него мало шансов где-то вопрос был почему я не мастер спорта то я наверное я даже не знаю как ответить наверное по той же причине по которой я и не чемпион мира в принципе мармяма да действительно будто пол духом я согласен но сейчас он немного другой поверь мне он настоящий самурай с холодным взглядом он там я уверен воодушевился в японии помолился там своим богам и едет как говорится у самурая нет цели есть только путь и вот муруяма идет по своему пути нуралия мамали вот интересно будет на него посмотреть очень интересно рахимов тоже в тройку может войти что думаю про полфинал муруяма он но если они в полуфинале встретиться то муруяма выиграет я думаю муруями надо побеждать у него нет другого выбора насчет ядовой веру я думаю 50 на 50 я по определенным причинам буду поддерживать богдана но веру тоже хороший джудаист начало завтра 830 по киевскому времени получается в 1030 по ташкенту по моему я уже на самом деле путаюсь в этих всех часовых поясах вечная тема для дискуссии да я думаю что если при нынешней жеребьевки при нынешней конкуренции 66 килограмм а буладзе было бы очень легко янг или так а то я буду болеть за янга потому что так а то уже много чего выиграл и болеть за него не интересно вот за представителя тайваня я бы поболел и я бы хотел увидеть его финале я думаю со мной многие согласятся потому что парень очень такой душевный 66 очень интересная категория в принципе все категории интересные кроме семьдесят три килограмма елдос мета вряд ли выйдет финал бобонов или бикури я вообще не знаю честно очень тяжело прогнозировать по московскому времени начало около 8 или 8 30 утра так же как и по киевскому то читает джефф много чего странного и сделали за последние дни что сделать ничего не поделаешь насчет лысюка не хочу ничего говорить и прогнозировать потому что на прошлых турнирах мне кажется я его сглазил просто удачи пожелаю ему и я уверен что он покажет хорошую борьбу но прогнозировать не буду я не участвовал в этом фэнтези турнире потому что у меня не было времени может потом закинул прогнозы свои напишу вам тоже но вы знаете мои прогнозы в принципе по моим видео про фаворитов то есть как-то так бикаури посмотрим как будет я думаю настроен судя по его инстаграму он расслаблен хладнокровен и будет рубиться но до бикаури еще дайте надо сначала 60 килограмм 66 и так далее я не буду делать трансляцию чемпионата мира у себя потому что это у меня нет на это прав ну да насчет хамо я жеребьевку не помню его сейчас прям открою но он в одной корзине с сайта тацуру поэтому в принципе он бы мог и до финала до полуфинала дайте скажу так если хамо выиграет саи то в своей подгруппе то от него уже можно из-за золота ожидать я так скажу потому что выиграв саи то я думаю это очень хороший толчок для него будет но в трое тройку можно на тройку можно рассчитывать от украинца на бубокар шерф будет я не знаю насчет 100 килограмм в тройке я уверен что будет тушишвили возможно саи то ну саи то точно должен в тройке быть тушишвили точно возможно кропалок возможно рахимов возможно хамо ну плюс минус где-то так так и будет насчет елизаветы литвиненко я говорил что из сборной украины среди девушек после милодет это самая способная леди которая выиграла чемпионат в европу недавно среди юниоров и на самом деле очень сильная представительница эму мали насчет тройки не знаю скажу что конкуренция высокая но парень молодой способный посмотрим что он конечно покажет но будет очень тяжело да татами все покажет это действительно правда фавориты в принципе ну а не как бы есть но мягко говоря не стопроцентный потому что это джудо здесь побеждает все-таки сильнейший и иногда случай решает ногая мы нету потому что есть так а то бесплатно чемпионат мира посмотреть нельзя будет только на канале коза спорт и еще на некоторых на варзиш тв и по моему все насчет чихвимяне я думаю хорошие хорошую борьбу покажет я думаю он очень настроился неплохо все таки ему такой шанс дали и жеребевка в принципе располагает к завоеванию высоких позиций если вы посмотрите то он в одной корзине и кого можно выделить это лысюка и харима али в принципе чихвимяне может выходить в полуфинал спокойно но я думаю лысюк захочет вернуть ему должок за чемпионат мира в 19-м году за шамшаевым слежу да и буду следить в третий день борьбы потому что я хочу чтобы он взял медаль да я насчет к спорта той тоже не знаю самом деле насчет других стран кроме казахстана я в телеграме скину ссылку где посмотреть можно будет где можно будет купить эту самую подписку в гривнах просмотры стоит 25 евро это около 700 гривен 702 гривны если быть точнее ну рилаев я думаю максимум золото выиграет насчет он а не знаю он уж не борется если вы боролся то быть может что-то бы выиграл бы так это нами покажет сильнейшего до чемпионат мира должен был проходить то ли летом то ли весной арана волфа нету почему потому что тренера посчитали что он не в самой лучшей форме и по-моему у него была травма но если пишет что на джев будет бесплатно то я буду только рад но по-моему это не так баратов думаю вряд ли войдет в тройку будет очень сложно он и не поехал потому что он не в форме ахадов маленькие шансы я думаю и удошу больше шансов зацепиться за медаль так еще нет так еще не будет да бехрус хорош ну посмотрим что он покажет в этот раз у фабио травма у него травма операция поэтому его и нету кто выиграет на руям или абы я уже устал отвечать на это вопрос но я сам не знаю но мне кажется абы больше шансов имеет шамшаев может тоже зацепиться за медаль на кураже на хорошем настроении после завоевания золото азии и в принципе сетку шамшаева проходимая оруджев только сильный и райцу из румынии так можно бороться шамшаеву до 57 ешь иду списали как и 63 представительницу забыл фамилию если лаше выиграет этот чемпионат мира поедет ли он в париж смотря какой лаше если шабдатуашвили я думаю нет я думаю до парижа ему уже нужно будет освободить место для более молодого и перспективного джидаиста например тарашвили янг венг вейта готов финал я не против такой финал увидеть келдиорова тоже может взять и дали в принципе я думаю есть все на то шансы насчет на газ и если честно я не верю в то что он возьмет золото это все будет зависеть от его настроя и от его настроения это факт на газ и человек настроение как я заметил и вот на олимпийские игры он устроился и без шансов выиграл всех вообще никаких шансов не оставил мой любимый бросок это наверно сады цирико мигучи со стойки насчет коньяковского я даже ну не знаю как сказать потому что я особо за ним не следил но то что он выиграл фонсеку это надо запомнить это хороший шанс хороший для него был момент показать мару яма не в лидерах жеребевки потому что у него маленький рейтинг международный вот поэтому не в лидерах против бутбула нормальные шансы можно бороться может быть и лухуми всех удивит снова может он психонет вспомнит как на олимпиаде его грубо говоря засудили и он возьмет и размажет так а то без шансов поэтому увидим ян тайваньский абориген он говорил в интервью ты выиграл ну да человек абориген островитянин настоящий река баб да может зацепиться я в прогнозе это сказал и она в принципе и стабильно выступает стабильно занимает места непредсказуемые физически сильная джудаистка янтон паренли даст бой кому надо в принципе и абы и муруями и любому другому представителю очень тяжело против него бороться сафаров или нулилаев кстати хороший вопрос и ответ на него я не смогу дать потому что я не знаю ну действительно равные соперники мне кажется один опытный то и второй в принципе нурилайф тоже опытные ну сметова шансов 60 килограмм есть неплохие у шамшадина тоже шансы неплохие в принципе казахстан может рассчитывать на медаль весовой категории до 60 килограмм давьеру да начиная с олимпиады с предыдущего года до сих пор он не пропускал практически турниров может быть конечно это и зря все таки усталость свойственно всем людям по моему мнению фаворит 73 килограмма это шавдотошвили ломбарду гейдаров как минимум самый сильный физик в 60 это хачхвимяне я думаю может ли ендон паренли абы встретиться ну в принципе он точно может встретиться если речь идет там о финале каком-то но сейчас посмотрим а ну так они в одной группе до ендон паренли и абы в одной группе и четвертьфинале они вероятнее всего и встретятся и мы посмотрим что из себя будет представлять в этот раз монгольский дзюдоист который стал в этом году чемпионом азии кстати насчет рафаэла сил вы скажу что ему будет уже тяжело точно потому что человек очень большой очень высокий ему 35 лет супер опытный две олимпийские две олимпийских медали за плечами посмотрим что он покажет но я не думаю что он медаль возьмет почему-то мне так кажется тура его нет потому что у него вроде травма если я не ошибаюсь махмадбека махмадбекова нету не не будет так а то сметов будет ну да вполне вероятно и кто выиграет шмид гильермо или джун хуан ли я думаю ли выиграет ли очень хорош но если он не испугается если он бери не перенервничает конечно на этом чемпионате мира все-таки он молодой молодым свойственно ошибаться но посмотрим хашимот или шавдаташвили зависит от настроя но шавдаташвили наверно больше шансов имеет саги муки гейдарова не знаю если бы гейдаров боролся 81 главный тренер либо сборной японии самый старший это кейджи сузуки но в 57 это та же самая ситуация как и у мужчин 81 килограмм просто масса качественных и супер серьезных джудаистов каждый из которых может занять место по-любому вот непредсказуемая категория на все сто процентов просто перенасыщенная олимпийскими чемпионками чемпионами рафаэла силова белодет клим кейт декучи ну там просто выбирание кого на кого пальцем тыкни что ты станешь чемпионом сметов или гусейнов выиграть ну вот мы посмотрим завтра потому что с одной стороны молодость резвость с другой стороны опыт все-таки проверю что сказать я думаю что он ну один из фаворитов точно но займет ли он место я прогнозировать не берусь потому что это на самом деле нелегко прямо вот сказать правьеру в девятнадцатом году он спокойно взял третье место в этот раз посмотрим все будет зависеть от формы и от настроя в огонь и ну не травма у нее ребенок за кого я буду болеть за сметова или за гусейного ну наверное за сметова хочется чтобы он выиграл все-таки медаль какую-то в этом году наверное да и гусейнов тоже заслуживает в принципе но буду наверно за сметова бобонов или бекаури я не знаю вообще лысюк или баратов я думаю что лысюк должен побеждать насчет 63 килограмма да я думаю харикава заберет я думаю против ее подхвата никто не сможет устоять посмотрим как там будет конечно базила я не помню что у него за травма что-то с рукой или плечо то ли ключица не помню сборная россия не допущена она отстранена до января 2023 года как минимум по решению международного олимпийского комитета как я к этому отношусь нейтрально совершенно если бы они поехали я бы так же сама сделал бы видео добавил бы фаворитов там абуладзе махмадбекова не поехали ну сказать что я расстроен я не могу как бы если вы поехали я бы тоже но не радовался и не раз не не расстраивался бы если бы поехали было бы конкуренция выше интерес не знаешь бороться я так что почему жеребьевка по-другому прошла вообще не знаю федерация дзюдо никого не посвящают свои изменения правил и так далее насчет келли дегучи слабенькая на самом деле кстати да вот человек написал что послезавтра увидим подхваты маруямы и я понял что мы давно этого не видели и ставьте лайки под эту трансляцию если вы ждете наконец-то ипонов от маруямы именно подхватами вот я прям жду потому что я очень соскучился по его международной борьбе он пока не планирует из дзюдо уходить вот что я скажу диеру мне нравится я его всегда расхваливаю парень хорошо борется как и борется клим кейт я думаю в тройку войдет это мой прогноз что клим кейт тройку войдет а вот насчет чемпионства я не знаю потому что там фуна куба цен до чир зацепится за тройку вполне вероятно насчет видео по поводу сборной монголии я уже не успел сделать ни монголию не азербайджан и францию не италию уже все уже чемпионат мира поэтому про сборные уже все прошло время поэтому извините кого не успел порадовать ваша или маши яма выиграет хочу вам сказать это очень интересный комментарий потому что если я не ошибаюсь маши яма и бекури боролись несколько раз между собой и по моему японец побеждал но это было еще на юниорском уровне и прямо сейчас я проверю эту информацию сию секунду они это не два раза боролись на чемпионатах мира среди юниоров и бекури два раза его побеждал поэтому и сейчас я думаю ему не составит труда хлопнуть еще раз японца бекури ему рау побеждал и маши яму вообще любого японца подавайте говорит побежду буду побеждать всех тимур рахимов может здесь золото да не золото а медаль просто медаль насчет золото я не знаю да да бекури побеждал денис бачаев за сборную турции я не знаю этого джудаиста веру ядов мое мнение что будет очень тяжело обоим джудаистам 50 на 50 на самом деле на самом деле веру был на крайнем турнире не очень хорошей форме ядов наоборот был в очень хорошей форме я думаю белорусском джудо ну прогнозы туманны не знаю будет ли она вообще в принципе потому что одна из главных звезд белоруссии ладно не буду говорить насчет 70 килограмм сейчас я открою жеребьевку и посмотрю потому что я забыл это мать в принципе может защитить титул спокойно и уверенно хорватка я вижу настроена очень хорошо и в принципе в этой категории без сюрпризов я думаю пино ван дайк матич француженки в принципе везде будут забирать медали по-любому я думаю японцев ну медали штук восемь золотых будет наверное структур командного чемпионата мира. В тройке будут по-любому. Япония, Франция, Грузия по ситуации. Посмотрим. И Узбекистан, наверное, будет в тройке точно. Да, Хорватка проиграла в Токио, но посмотрим, как будет сейчас. Диёра вряд ли чемпионкой станет, а вот медаль взять сможет, я думаю. Малину Роли тоже. Посмотрим, что из себя покажет. Стал чемпионом мира в очень в таком стиле взрывном, запоминающемся. Видео про него стрельнуло хорошо на 160 тысяч. Может ли Спайкерс выиграть Саи, то я думаю, нет. Я думаю, он его не выиграет, но Спайкерс может выиграть многих людей. Кого мы не ожидаем. Потому что Спайкерс очень такой непредсказуемый цюдоист. Армения не борется. Кстати, да, насчет Армении. Карапетян не борется. Почему-то не знаю причины, почему армян нет. Ну, или хотя бы Карапетяна почему нет. Сейчас проверю. Да, Карапетян не заявлен почему-то. может кто-то, если знает, напишет про сборную Армении. Если это кого-то интересует. Да, кстати, насчет вкладки конкурса, я согласен. Вкладки контент. Потому что библиотека, видео должна быть по-любому. Ведь главный девиз федерации дзюдо это дзюдо для всех, дзюдо за мир. Дзюдо в каждом уголке мира, поэтому видео должны быть. Кстати, чемпионат мира по вольной борьбе я отнюдь не смотрел. В этот раз я его пропустил. И все основные самые интересные моменты его, самые хайповые я тоже пропустил. Вот так бывает. Ну, я его в принципе аж по дзюдо больше. Чуть-чуть. Привет из Крыма. Привет. Да, я в принципе вольно интересуюсь, но в этом году я вообще прям ну просто ноль внимания о вольной борьбе. На самом деле в начале года и дзюдо было тяжело мне начать выкладывать. А про вольную так вообще я ничего не буду говорить. надо снова начинать смотреть. Кто заберет в финал плюс 100 килограмм я думаю с большой долей вероятности это сделает Гуран Тушишвили. Никифоров не бельгиец и не русский и не россиянин. Он болгарин. Самые интересные категории по моему мнению это 100% 81 90 66 и 60 можно но не так интересно как 66 то есть мой топ это 81 66 и 90 в финал выйдет ли Крыпалок я на самом деле не знаю одного дзюдоиста который мне нравится ну у меня их много одного если выбрать то могу сказать что это Маруяма а может и нет мне много нравится каждый по своему хорош Крыпалок будет от настроения вот реально зависит если он проснется такой подумает что хочет очередное золото в своей карьере такой ну хорошо а если нет такой пойдет там на завтрак споткнется упадет или там ему что-то не понравится он не будет бороться вот он такой человек на самом деле это шутка он по-любому будет настроен но просто чемпионат Европы в этом году показал что он не лучшей форме и мотивации как-то я в его глазах не видел Грузия в этом чемпионате мира фавориты определенно да мне кажется грузины всегда фавориты когда речь идет про дзюдо Никифоров он родился в Болгарии и выступал за Болгарию потом он стал получил бельгийский паспорт спортивное гражданство бельгийское получил и выступает за Бельгию а так он самый что ни на есть болгарин в команде Грузии удачи и успехов например я бы поехал да если бы мне даже ее не оплатили бы я сам поехал если бы была на то возможность дело не в деньгах нет Акбаньену не закончила карьеру она взяла паузу потому что у нее родился ребенок еще один Акбаньену будет у нас в мире теперь отдаст его на джидо и он тоже будет по 10 раз мир выигрывать так напишите трансляция нормально идет перебоев нет Денис Денис Ярцев играет нет его не будет ну может он играет в что-то другое но у джидо он играть не будет завтра точно точнее в третий борцовский день Азербайджан возьмет несколько медалей по-любому так и напишите в чате если возобновится нормализуется трансляция пожалуйста и я не знаю от меня это не зависит наверное мнение по Белодет очень легко сказать признаюсь вам честно посмотреть можно вот да я думаю что Таджикистан по-любому возьмет медаль какую-нибудь Мрахимов и Устапириан могут забирать на этом мне так кажется по поводу Белодет я мнение говорил Белодет к Таджикистан по-любому Продолжение следует...